Всем привет! Меня зовут Настя и на этом канале я выполняю заказы в лайф-режиме, рисую логотипы и другую графику. В этом видео я покажу тебе выполнение заказа с самого начала и до конца. Ты узнаешь, как общаться с заказчиками, какую базовую информацию у них узнавать, например, при создании логотипа, а также что делать в непредвиденных ситуациях, если, к примеру, заказчику не понравился ни один из логотипов. Я буду очень благодарна, если ты поставишь лайк и подпишешься на мой канал, если еще не подписан, но также нажать на колокольчик не будет лишним. А для тех, кто хочет научиться разрабатывать логотипы с полного нуля и начать зарабатывать на своем любимом деле, у меня есть для вас приятный бонус. В честь Пасхи с 16 по 24 апреля действует скидка 20% на мой курс по логотипам. Курс длится более 8 часов с домашними заданиями, а также последующей поддержкой в чате Телеграм. Это интересный, бодрый, ненудный видеокурс, в котором я рассказываю все основы графического дизайна, которые потребуются в дальнейшей работе. Ссылку оставлю в описании под видео. А теперь давайте выполнять заказ. 9 марта мне в инстаграме написал один парень. Стаси, здравствуйте. Можно, пожалуйста, у вас заказать логотип детской футбольной команды? Название СФК Юнион. Я видел ваш прайс. За 9 тысяч хочу заказать. Концепт есть. Хотел с вами посоветоваться заранее. Спасибо за ответ. Я не видела сообщения. И 10 марта он мне написал еще раз. Стасия, еще раз здравствуйте. Напишите, пожалуйста, когда вам будет удобно. Читал комментарии и все, понимаю, что к вам сложно попасть. После второго сообщения я уже ответила. Здравствуйте, Вячеслав. Извините, пожалуйста, за долгий ответ. У меня тупит инстаграм. Напишите мне, пожалуйста, в телеграме. Иногда, правда, в запросах я не могу увидеть новые сообщения. Они просто не высвечиваются. Поэтому, если что, пишите мне лучше в телеграм. Или же в группу ВК. Все ссылки будут в описании под видео. 16 марта мне в телеграме Слава написал и скинул скрин нашей переписки из инстаграма. И спросил номер карты для оплаты. Отправил документ с ТЗ и написал, что скидывая свои пожелания по логотипу. В файле есть и примеры логотипа, в котором не близки. Название будет все-таки другое. Святогор. Детская футбольная школа. Давайте откроем текстовый документ, который нам прикрепил Слава. Основные цвета оранжевый, черный, белый. Название. Светогор. Текст. Футбольная школа. Светогор. Пожелание. Символика футбола. Нужно изобразить футбольный мяч. Символика. Светогора. Богатыря. Возможно, силуэт. Щит или огонь. Не перегружать логотип. И сделать не слишком детский. Девиз команды. Друг за другом. Мы будем играть. Светогор. Вперед побеждать. Я не знаю, вместится ли весь этот текст в логотип. И не получится ли он перегруженным. Из-за такого количества текста. Ниже пример формы футбольной и цветовой гаммы. А также пример логотипов, которые понравились заказчику. Так. Все. Это вся информация. Такие вот яркие логотипы нам прикрепил заказчик. Мне даже не пришлось ему задавать никаких вопросов. Вся информация была в текстовом документе. Это, наверное, потому, что заказчик смотрел мои видео на YouTube. Для тех, кто подписан на мой канал совсем недавно. Для ТЗ для логотипа. Я просто узнаю название компании. Желаю ему цветовую гамму. Слоган, если он будет в логотипе. Целевую аудиторию. А также индивидуальное пожелание заказчика. С референсами, примерами логотипов, которые заказчику нравятся. Либо логотипы конкурентов, чтобы не сделать похожие логотипы. Я отправила Вячеславу номер карты и написала. Нужно отправить 50%, то есть 4 500 рублей. Работаю по предоплате 50%. Предоставлю 3 варианта логотипа. Вношу правки бесплатно, если что-то будет не так. Бесплатно вношу я до 8 правок. Остальные платные. Выполню заказ за 3 суток. ПТЗ все понятно. Спасибо за подробную информацию. Заказчик отправил скрин чека. Я написала спасибо за заказ. Через 3 дня отпишусь. Он написал хорошо, давайте открывать иллюстратор и наконец будем рисовать. Заходим у иллюстратора, нажимаем File New и создаем исходник размером 1920 пикселей, по ширине и по высоте 1080 пикселей. Здесь в настройках мы ставим режим RGB, качество 300 точек. Все, нажимаем Create Document. На своих экранах вы сейчас можете видеть, как я рисовала эскиз ручкой на листике. Я его сфотографировала и помещаю в наш исходник. Также я добавила цветовую гамму, оттенки, которые прислал заказчик, а также добавлю белый и черный цвет. У нас будет яркий красочный маскот логотип для футбольной детской команды. На своем эскизе вы можете увидеть футбольный мяч, надпись Святогор и я сократила немножечко слоган до слов вперед побеждать. Я сначала скину так заказчику, потому что в ТЗ было слишком много текста, если что я добавлю другой текст. Заказчик писал, что добавить нужно символику богатыря, какой-то огонь. Я добавила огонь на фон за мяч, типа мяч летит и как раз в порыве своей скорости он как будто загорелся. А также добавила возле щита нашего меч слева и меч справа. То есть богатырская символика у нас уже есть. Давайте возьмем инструмент Ellipse Tool, с зажатым шифтом нарисуем окружность. Зальем ее белым цветом, нажмем Ctrl-C, Ctrl-F, копирование на то же самое место, затем правой клавишей мыши и arrange send to back на задний план. И давайте обводку с заливкой поменяем местами и сделаем черную обводку толщиной где-то давайте 17 пускай будет или 23. Давайте 23 оставим. Давайте немного масштабируем и начнем уже подробнее вырисовывать мяч. С помощью Pen Tool мы просто с вами рисуем такие ромбики. Нарисую здесь. Зальем его черным цветом и давайте просто теперь поравняем точки. Так, и давайте нарисуем с помощью также Pen Tool вот тут такие засечки, узкие треугольники, которые будут немного показывать рельефность мяча. Все, и продолжаем дальше фантазировать и рисовать вот такие черные фигуры, которые есть на мяче. Уголок здесь у нас тут будет заканчиваться, потому что направляющая от этого треугольника идет в эту сторону. Ну, так, здесь рисуем такую фигуру, затем рисуем здесь такую неполную, как будто совсем немножечко у нас виднеется этот черный ромбик. Так, чтобы не сильно у нас было все супер равностороннее. У нас же мяч изображен как бы боком, он сейчас летит. Так, теперь вот эту дугу мы уменьшаем, чтобы она не вылазила никуда. И осталось нарисовать еще один элемент где-то вот здесь. Уголок снова сюда отодвигаем. Мне теперь хочется самую вот эту центральную нашу фигуру сделать побольше. Сохраним исходник, нажмем файл Save As. И напишем Святогор. Сохраним в формате AI, нажмем сохранить. Здесь ничего не меняем, окей. Теперь давайте на мяче нарисуем небольшие блики. Снова с помощью Pen Tool рисуем. Ставим точки здесь. Вот сюда идем. И сюда заливаем белым цветом. И теперь давайте по ромбику немножко выровняем. Здесь бликов у нас не будет. Здесь можно сделать небольшой. Вот так. Давайте выделим все элементы, нажмем Ctrl G и загруппируем. Я хотела просто на задний план нарисовать окружность вот такого цвета. Давайте поставим на задний план. Выделим оба элемента и в Align отцентрируем. Ну а теперь самое сложное. Давайте с помощью Pen Tool нарисуем огонь. Как будто наш мяч летит и за ним тянется пламя. Будем посматривать на наш эскиз. Давайте поставим здесь точку. Огонь у нас будет такого же цвета, как вот эта оранжевая обводка. Ставим. И начинаем рисовать. Ставим тоже точку здесь. И просто тянем вот так вот, чтобы закруглить. И у нас образовалась дуга. Затем зажимаем Shift. Возвращаемся в эту точку, чтобы закончить вот эту направляющую и рисовать дальше. Пьем тоже таким морковным оттенком и поставим на задний план наше пламя. И можно его масштабировать, увеличить. Давайте теперь выделим огонь и оранжевую окружность. Дублируем, поставим на задний план и сделаем обводку 23. Углы закруглим в обводке. И вот эти белые зазоры мы уберем с вами. С помощью просто такой фигуры, которую я сейчас рисую в Pen Tool. Так, зальем просто черным цветом и поставим на задний план. Теперь с помощью Pen Tool рисуем треугольник. И давайте из этого треугольника сделаем щит. Возьмем N High Point Tool и возьмем, закруглим вот эти все линии. Немного сузим его, поставим на задний план. И Ctrl-C, Ctrl-F дублируем. И сделаем опять же обводку. 23 точки. Черную. Теперь давайте щит этот двинем влево. Давайте возьмем Type Tool и напишем Святогор не кириллицей, а латинцей. Для того, чтобы я использовала шрифт, который мне нравится. Вместо V напишем букву B, вместо Я напишем букву R. Далее сделаем вот так. Переведем в кривые буквы. Эту мы просто... Давайте разгруппируем. Эту просто отзеркалим с вами. Просто разрежем эту букву, чтобы у нас осталась буква G. И Ctrl-G сгруппируем их. Немножко мы текст поднимем с помощью Share Tool вправо и вверх. И опустим к логотипу. Нижнюю часть щита нам придется закрыть буквами. Давайте опустим вниз, пока текст поработаем над ним. Зальем его белым цветом. Ctrl-C, Ctrl-F. Сделаем тоже черную обводку. 23 толщины. И давайте обводку переведем в объект. Зайдем в Object Path. Нажмем Outline Stroke. Далее я хочу с помощью Pen Tool нарисовать вот такую плашку от этого уголка. Я поставлю здесь точку, уведу линию сюда и в крайнюю точку возле буквы R. Так. Вот здесь импровизирую и возвращаюсь в первую поставленную точку. Затем просто ставим это все на задний план, чтобы добавить немного объема. Теперь давайте дублируем белый текст. Сделаем обводку черной, толщины где-то 5. И в строк выберем в Align Stroke внутреннюю обводку, то есть вот эту вот вторую. Перейдем в Object. Нажмем Path Outline Stroke. И теперь в Pathenders Divide все разрежем. Разгруппируем. И оставим только вот эти наши белые буквы. Они теперь тоньше, чем были. Мы их с вами уведем вниз. Здесь все можно удалить. И возьмем инструмент Ellipse Tool, чтобы нарисовать вот такой овал. Так, это не нужно, но тоже удалить надо. И вот так вот немножко развернем. Сделаем непрозрачность поменьше, чтобы увидеть, как мы будем разрезать буквы. Теперь выделяем буквы с овалом и в Pathenders нажимаем Divide, разгруппировать. И нижние буковки уводим вниз. Это все удаляем. Нажмем Ctrl G, чтобы сгруппировать все буквы. И уведем вверх. Давайте зальем морковным нашим цветом. И увеличиваем, чтобы выровнять все элементы. Теперь все вместе группируем и уводим вверх. Перекрываем нижнюю часть щита. Теперь давайте нарисуем два мяча. Только не мяча, а мяча слева и справа. Так, ставим точку. Сюда ведем. Затем сюда. И обратно возвращаемся. Пускай мяч будет вот такого цвета, но мы сделаем ему блик. Нарисуем небольшую тень. По силуэту ручки. Сюда она будет идти. И обратно. И сделаем просто теперь чуть-чуть темнее серый оттенок. Так. И эти вниз. Пускай будет чуть длиннее. Теперь давайте вот эти уголки. Я хочу их немножко увести. Сюда. Теперь что-то произошло с обводкой. Давайте ее закруглим. Немножко наклоняем его. Сделаем наклон больше. Еще уменьшим. И давайте вместе с щитом поставим на задний план. Теперь Ctrl-C, Ctrl-F. И отзеркалим по вертикали. Поместим сюда. Можно чуть-чуть наклон изменить. Ну а щит, наверное, все-таки лучше расширить. Теперь давайте перенесем эскиз в сторону. Нам уже почти не нужен. Сгруппируем логотип. И давайте сделаем черный фон. Чтобы было контраст. Не видно логотип. Но давайте Ctrl-C, Ctrl-F дублируем все, что у нас есть. Нажмем Object. Press Outline Stroke. И в Shape Mode нажмем Unite. Чтобы у нас вот такой вот получился просто объект, фигура. Все ставим на задний план. И возьмем оранжевый цвет. Сделаем обводку 23. И знаете что? Давайте сделаем обводку градиентом. Выберем здесь градиент. Поставим угол минус 90. Светлый оттенок у нас будет как раз из нашей цветовой гаммы. И темный тоже будет из цветовой гаммы. Для меня дошло, что я забыла. Я хотела в самом начале сделать... Давайте разгруппируем логотип. Дублируем мяч. Я хотела сделать мячу тень. Так, я просто... В принципе, я могу тень так нарисовать. Сделаем вот такую окружность. Затем Ctrl-C, Ctrl-F. Такую же окружность перенесем вот сюда. А также давайте добавим какой-то элемент. Вот здесь, например. Просто какую-то дугу оранжевую. Чтобы немножко украсить мяч. Толщина пускай будет 10. Заузим на концах. Теперь я подумала, что хочу в этом градиенте поменять все-таки местами оттенки. Пускай будет угол не минус 90, а просто 90 градусов. И вот этот манипулятор, наш ромбик, я хочу перенести сюда. Чтобы обводка у нас больше была, да, не темная, а доминировал светлый оттенок. Теперь хочу дублировать текст. Оставить только белый текст. И тоже добавить небольшой текстуры. Сделаем вот такие полосы. Мы их развернем. В принципе, на буквах можно сделать еще меньше непрозрачность, чтобы еле заметно было вот эти вот полосы. Вы знаете, я в градиенте все-таки добавлю здесь желтый оттенок, чтобы был градиент поярче. Выбираем Type 2 и пишем вперед. Побеждать, восклицательный знак. Давайте сделаем отступ между буквами побольше. Переходим в Character и здесь пишем 65. Теперь переводим шрифт в кривые. Рисуем треугольник. Разворачиваем его. Сужаем прям так сильно. И уменьшаем. Теперь снова все выделяем, уменьшаем. Давайте отцентрируем по рабочей области. Можно Ctrl-C, Ctrl-V дублировать наш логотип, сделать ему непрозрачность 23 где-то, поставить на задний план. Либо вообще сделать 12 где-то. И теперь просто с вами возьмем эллипс-тол, окружность вот такую, зальем градиентом. И с вами выберем здесь радиальный градиент вместо линейного. Здесь выберем черный оттенок. А здесь такой вот морковный. И этот ромбик уведем сюда. Чтобы у нас был более плавный переход. Затем переходим в Windows. Нажимаем Transparency. И режим наложения выбираем Screen. Чтобы небольшой блик кинуть на мяч. Все, логотип готов. Давайте нажмем File, Export, Save for Web, Original. Здесь выберем JPEG High. И нажмем Save. У нас написано цвета гор. Нажимаем Сохранить. Все. Теперь давайте этот логотип уведем сюда. Но мы с вами дублируем логотип, разгруппируем. И просто с вами сейчас разъединим. Сейчас я удалю этот градиент. Вот этот в принципе можно тоже удалять. Эту плашку. И с вами разъединим мяч с надписью, чтобы показать заказчику, как будет выглядеть мяч слева от логотипа. Давайте оставим блик тут же. Нажмем File, Export, Save for Web. Напишем Святогор 1. Далее я хочу просто взять отсюда мяч. Мяч без огня, без всех остальных элементов. Так. Поместить сюда вместо буквы О. Так, сейчас я вот это сгруппирую. Отодвину. Так. И немножко выше. Теперь поставлю мяч на передний план. Немножко можно уменьшить. И давайте в этом варианте вместо оранжевого пускай будет черный. Чтобы у заказчика была возможность, посмотрите на такой цветовой вариант. Если вдруг он будет где-то печатать черно-белый логотип. Заказчик просил нарисовать также возможность силуэт богатыря Святогора. Давайте нарисуем такой вот шлем. Я сделала небольшой эскиз. Выберем пенту и начнем обводить. Чуть-чуть тут выше нужно поднять. Я уже вижу это и так. Теперь вот тут рисуем. Типа что-то пламени, огня. Можем здесь удалять эскиз. Зальем цветом давайте. Так. Здесь мы Ctrl-C, Ctrl-F дублируем. Вот так. И отодвинем немножко вправо и вниз. Здесь у нас образовался такой неправильный уголок. Здесь добавим блик. Здесь добавим на носу тень. И здесь добавим тоже блик. Давайте для разнообразия, может быть, сделаем этот логотип желтым. Чуть-чуть поярче. Так, блики тогда у нас будут белыми. А тень? Такой вот. Чуть-чуть темнее. И давайте просто напишем Светогор другим шрифтом уже. Вот этот шрифт мне очень понравился. Также он пускай будет желтым. Мы его с вами сделаем вот такой вот формы. И для третьего варианта давайте скопируем шлем. Только уже без огня. Выберем режим наложения Luminosity. Чтобы был черно-белый цвет. И Светогор отсюда скопируем надпись. Вот так вот скопируем. Тоже сделаем такой же режим наложения. И поместим сюда. Нажимаем файл экспорт. Save for web. И пишем Светогор 2. Прикрепила логотип и написала. Добрый день. Взгляните, пожалуйста, на эти логотипы и эскизы. Под эскизами я подразумеваю третий файл JPEG. Потому что там не идеализированные логотипы. Ну что ж, будем ждать, что нам ответит заказчик. Встретимся чуточку позже. Я зашла в Телеграм и увидела, что заказчик нам отправил остальные 50% за логотипы. Обычно мне отправляют остальные 50% после того, как я предоставляю сводники. Но заказчик увидел первые варианты и решил доплатить. Тася, здравствуйте. Спасибо вам. Мне нравится. Я сейчас на работе. Можно, пожалуйста, еще подробно посмотрю. Может немного добавить что-нибудь. Скажите, пожалуйста, вы можете добавить логоть Святогора в такой круг? И написать детская футбольная школа Святогор. Можно, пожалуйста, по кругу написать футбольный клуб город Комсомольск на Амуре. Отправил вот такой вариант. Или вот так вверху детский футбольный клуб, а внизу Комсомольск на Амуре. Спасибо вам. Отправил вот такой эскиз и написал. А что если так? Первый вариант. Вместо топориков сделать мячи и все остальное так же. Не знаю почему, но правда мои мячи получились похожими на топорики. Я просто пересмотрела картинки с богатырями и там были такие мячи. Они у меня остались в моей голове, поэтому я такими их и нарисовала. Но ничего, сейчас нарисуем еще одни мячи. Второй вариант. Гора и сзади горы. Два мяча. А в слове Святогор вместо буквы О огненный мяч. Вот такой рисунок. И третий вариант. Гора, мячи от футбольного мяча. Огонь ввысь горы. Извините, что есть моменты, надо было сразу вам сказать. Но вашим логотипом вдохновился на такие моменты. Если нужно, конечно, я доплату сделаю. Я все ваши условия видел. Спасибо вам. Сколько еще нужно за доработку. И можно, пожалуйста, вместо шлема, может, также гору с мячом. И сзади что-то такое. Отправил вот такой вариант. Чтобы мячи так же выглядывали. Не посмотрел все. Здесь в голосовом сообщении заказчик говорит, что он бы хотел еще увидеть логотип в черно-белой цветовой гамме. А также заказчик уже примерил логотип на аватарку в инстаграм. И ему все понравилось. Я ответила заказчику. Добрый день, хорошо. Сделаю какую гору бы вы хотели. Как белая скала или зеленые горы. Не знаю, может, там с полянками зелеными. Хотел заказчик солнышком или еще как-то. Я рада, что вам понравился логотип. И направил на идеи. Это даже хорошо. Заказчик голосом ответил, что хочет видеть горы, как белые скалы. Я написала, поняла. Сделаю хорошего дня. Спасибо и вам хорошего дня. Ну что, давайте эти три эскиза просто удалим. И начнем рисовать скалы. Удалю вот этот слоган. Вот этот тоже разгруппирую. Удалю подложку нашу. Так, она все сгруппирована. Удаляю это. И обводку. Так, щит тоже нам уже не нужен. Теперь давайте вот эти три буквы гор, мы их отодвинем вправо. А букву О удалим. Потому что здесь будет у нас находиться мяч. Теперь давайте просто здесь нарисуем такую плашку черную. На задний план просто мы ее должны поставить, чтобы под буквами не было белых зазоров. И давайте рисовать скалы. Начнем с буквы В. Ставим точку. И тянем вот сюда. Такие треугольные формы. Закрываем контур. Ставим на задний план. Теперь давайте зальем горы темно-серым цветом. Чуть-чуть подвигаю, поровняю вот эти горы. Теперь давайте сделаем черную обводку горам. Немножко все-таки здесь подправим. Чтобы не было такого сильного изгиба. Теперь нам нужно изобразить рельефность горы. Давайте нарисуем блики и тени. Теперь давайте нарисуем меч. Давайте добавлю круглую плашку на задний план. Так, уменьшим ее. И сделаем так, чтобы окружность заканчивалась на ручках мечей. Также я хотела на задний фон добавить текстуры какой-то такой. Просто совсем немножко разнообразить фон круглый. Сейчас я выровняю по окружности вот эту фигуру. Сделаем тон посветлее, чтобы отличалась от основного цвета. Можно чуть больше сделать его. Выравниваем. Теперь осталось написать детский футбольный клуб. Дублируем окружность. Чуть-чуть ее увеличиваем. Берем инструмент Type on Pest Tool. И начинаем тут писать детский. Заливку сделаем оранжевым цветом. Сделаем шрифт побольше размером. И выберем здесь шрифт, который будет узким, высоким. И поместится между двух мечей. Вот сюда поставим. И давайте между буквами сделаем расстояние 0. Еще увеличим размер. В принципе, давайте вообще увеличим так, чтобы кончались первые и последние буквы. Заканчивались там, где начинаются мечи. Дальше нужно нам написать внизу. Комсомольск на Амуре. Пишем тут пока. Комсомольск. На Амуре. Перенесем вниз текст. Возьмем пипеткой этот размер. Так. И поместим текст сюда. Повертим его туда-сюда. Давайте добавим в эти места линии от окружности. Просто вот такие. Выровняем по окружности. Через Align. Теперь давайте добавим точки, чтобы потом удалить лишние. Так, здесь удаляем. Там, где у нас нет элементов, просто остаются вот такие линии. Проверим написание текста, все ли ровно. Нет, нужно текст влево немножко поднять. И вот тут добавим такую небольшую тень на мяче. В принципе, можно добавить и здесь такие линии внизу. Давайте сохраним этот логотип. Назовем Светлогор. Затем с вами удалим вот эти элементы. Отправим логотип просто без окружности. Назовем Светлогор один. Затем давайте отправим на черном фоне. Вот этот логотип. Сейчас отцентрируем его. Только мне хочется здесь сделать белый текст, потому что слишком много получается тогда оранжевого. Так, файл экспорт сейфа веб. И называем Светлогор 3. Затем давайте этот логотип сделаем черно-белым. Так, отправим. Назовем Светлогор 4. И остался вариант там, где заказчик просил нарисовать гору, мяче. И от футбольного мяча огонь идет ввысь горы. Теперь убираем мяч. Убираем весь текст. И вместо него помещаем вот этот. Так, чтобы уже вместо О у нас не было мячика. Делаем на задний фон плашку. А мячик ввысь горы делаем. То есть мы разворачиваем его сюда, ставим на передний план. Вот так помещаем. Я надеюсь, я правильно заказчика поняла, что мяч идет ввысь горы. Это вот так получается. Все, нажимаем файл экспорт сейфа веб. И сохраняем. В итоге мы отправляем заказчику первый вариант, второй, третий, четвертый и пятый логотип. Заказчик мне ответил голосовым сообщением. Сказал, что все круто, ему все очень понравилось. Большое спасибо. Отправил картинку, как смотрится логотип на аватарке в инстаграм. Далее спросил, уточнил, в каких форматах я отправлю исходники. Написал эмблема. Классно, отлично выглядит. Дети в команде в восторге. Я ответила, что сейчас отправлю исходники в векторе из иллюстратора и в пенжи. Очень рада, что вам понравились логотипы. Далее заказчик голосовым говорит, что он хочет заказать еще у меня афишу. Я уточнила, в каком формате будет афиша. И сейчас давайте сохраню исходники. Давайте на примере одного логотипа я вам покажу, как я готовлю исходник. Нам нужно перевести обводку всю в объект, поэтому мы выделяем логотип. Переходим в Object Pass Outline Stroke. Давайте удалим все, что на рабочей области не нужно, кроме логотипа. Так, растянем еще больше на всю рабочую область. Нажмем файл Export Save for Web. Сохраним в JPEG. Назовем Светогор 1. Теперь сохраним в PNG 24. Тоже Светогор 1. И файл Save нажимаем. Сохраняем в формате AI. Называем Светогор 1. Так я сохраняю все логотипы и отправляю заказчику. Прикрепила исходники и написала. Прикрепила логотипы на прозрачном фоне в формате PNG, а также исходники из Adobe Illustrator в формате AI. Цветные и черно-белые. Спасибо за сотрудничество. Не могли бы вы, пожалуйста, оставить отзыв о нашем заказе по ссылке. Для меня это очень важно, если вам не сложно. Буду рада любому мнению. Слава ответил, конечно. Все сделаю. Спасибо вам еще раз за ваш труд. Вячеслав очень оперативно оставил отзыв. Написал Стасе Арт. Спасибо вам. Мое лого стало сиять. Вы супер. Успехов вам. Спасибо за ваш труд и творчество. Самое главное, что в конце сотрудничества заказчик остается довольным. И если вы досмотрели это видео до конца, то я вам говорю огромнейшее спасибо. Мне нереально приятно, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставите лайки. Спасибо вам большое. Желаю вам хорошего дня, прекрасного вечера. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.